друзья поступил вопрос лена как худеть с помощью кофе записывайте очень подробный ответ не как друзья если вы набрали лишний вес то вы его набрали потому что не понимаете как создать структуру своей тарелки что там вообще должно быть и так будет продолжаться до тех пор пока не поймете вы будете все углубляться в этот в этот боязнь есть вы будете уже смотреть на булочку она сразу будет откладываться что угодно будет вы даже можете пойти фитнес-зал как это сделала я когда я добавила 4 лишних килограмма и все это было отложено висцеральным жиром на моем брюхе а вот и что я в первую очередь сделала нет я не взялась за питание я пошла заниматься физкультурой это была женская группа называлась fit curves это была прекрасная аэробная тренировка смесь аэробные силовой тренировки все замечательно по прекрасной методике но только я не отдала ни одного килограмма наоборот добавила еще два ну потому что мышечная масса приросла потому что что я не подумала о своем питании напоминаю если вы даете себе энергии с пищей больше чем тратите этой энергии в течение дня то вы будете набирать и . пилоте вы кофе не пьете рукова сейчас того его пьете или редкого его пьете если в ровень сколько дали себе энергии столько и потратили прям в килокалориях можете посчитать то вы просто будете поддерживать свой вес вот сейчас я поддерживаю свой вес а если вы хотите стране нет я не буду говорить худеть буду от слова худо стране это слова строить то вы должны давать себе энергии в пище меньше чем вы тратите поэтому тратить надо больше это физическая нагрузка и пересмотреть свою тарелочку мы не можем себя лишить белка мы должны давать себе суточную норму белка не больше не меньше прям суточную норму потому что это это то из чего состоит все самое красивое в нашем теле это кости это ваши мышцы связки кожа и так далее будете давать себе мало белка просто будете мало весить возможно но смотреть на вас без тяжелого вздоха будет просто невозможно вы будете некрасивым человеком по этого хотите вместе суточной нормой белка заходит суточная норма жиров их не отделить друг от друга все эти сказки о низкожировом питании они это не сказки это на самом деле вывод человека в низкобелковое питание потому что как бы он не старался давать себе меньше жиров он будет давать себе и меньше белка потому что белки всегда дружат жирами например орешки например лосось ну какое-то исключение составляет сухая куриная грудка которую кстати говорю терпеть ненавижу боже как это люди едят понимаете в чем дело при чем тут кофе ну-ка давайте вспомним при чем тут кофе я могу так сказать что кофе чай это самый вредный прием пищи потому что редко кто использует кофе или чай просто так в голую мне прямо люди спрашивают то что голый чай или голый кофе пьешь но я вообще не пью вот чай я вообще не пью потому что ну да что хочется какой-нибудь не знаю там конфетку съесть вместе с чаем или печенюшечку какую-то или кусочек торта вообще не пью прям искоренила эту привычку а кофе да у меня обязательно утренний кофе чтоб проснуться потому что но это очень важно гипотоником на самом деле гипотоник это человек который имеет низкое артериальное давление и без небольшого количества кофеина просто мозг не включается я норма тоник но тем не менее мне нужно кофеечек чтобы опять я открыла глаза чтоб опять почувствовала краски и звуки этого мира просто быстрее включаешься мне нравится это ощущение в течение дня еще кофеек выпиваю то есть у меня две чашки если я плохая девочка то три чашки в день но никакой связи с похудением нет и там есть конечно один момент там есть одна реакция не буду сейчас ваши светлые голову и загружать который идет быстрее вот она связана с сжиганием жиров она просто прокручивается быстрее это реакция но потом происходит заминка знаете как на клавиатуре бывает западает клавиша после этого быстрой прокрутки этой биохимической реакции вроде бы на сжигание жиров дальше происходит задержка процесса то есть кофе не помогает вам худеть нет такого биохимического механизма но если вы с кофе очкам используйте какие-то так называемую запрещенку ну то есть углеводы то это плохой прием пищи плохой тогда уж пейте просто кофе многие спрашивают так что в кофе нельзя добавлять сахар я добавляю потому что я знаю сколько добавить меньше пяти грамм из кофе ничего больше не использую дело в том что 5 грамм сахара которые заходят в кровоток они не разбудят инсулин а я живу в болгарии и здесь граммаж сахара 34 грамма даже 5 грамм нет то есть это безопасно на однократный прием вот я сейчас выпила кофе очек с четырьмя граммами сахара я не разбудила инсулина и не качнула свои углеводные качели я выпила тот напиток который мне нравится который меня включает все но если я с ним еще съем какой-нибудь там бутербродик то я точно качу качну углеводные качели за счет этого бутербродика понимаете вот поэтому не обращайтесь нет волшебной таблетки которая называется для похудения и которую можно потребовать вообще нет волшебной таблетки только математика а математика простая давайте себе энергии в пищи меньше а тратьте энергии в течение дня больше заведите себе двигательные хода заставьте себя обязательно пешком пойти на работу вернуться с работы пешком заставьте себя обязательно полчаса уделить тренировки Пусть это будет аэробная тренировка, пусть это будет анаэробная тренировка. Если анаэробная, то, скорее всего, вы хотите роста мышц. Если аэробная, вы, скорее всего, хотите потратить жиры, пустить их на липолиз. Но это обязательно. Это очень выгодно. Не только для роста мышечной массы, но и для того, чтобы ваши кости перестраивались. Что такое старость? Это когда кость перестает перестраиваться. И вы потихоньку теряете эту костную ткань, костную массу. А просто кофе здесь вообще ни при чем. Друзья, я очень подробно и думала, всегда и думаю над этими вопросами, думаю, еще буду думать. И уже на данный момент есть система, которая называется «Старости нет». Это для тех людей, которые любят смотреть пятиминуточки, быстренькие пятиминуточки. От вас требуется утром проснуться и просто посмотреть мою пятиминутку. Каждый день новенькую. На какую-то определенную заданную тему. Я беру одну тему и ее раскрываю в течение 21 дня. То есть вам каждый день капаю на мозг. Кап-кап-кап, сделай так, кап-кап-кап, сделай так. И вы никуда не денетесь. Потому что моя методика образовательная, методика моя, это доступ к вашему мозгу. Я доставляю информацию прямо в мозг. И вы понимаете, ну тут логично, ну логично же, значит надо делать. Вы начинаете делать не из-под палки, а потому что, ну логично же. Вот, и получаете результат. И потом вы уже не можете не делать, потому что у вас зажигается, вы знаете, такая соревновательность. А еще будет результат. А как я буду выглядеть, если вот так вот будет? Тем более, что система старости нет, это 5-минутные мои включения каждый день, которые вы включаете. Проснулись, а уже есть сообщение. Вот, и ваше участие в чате. В чате такие же девчонки, как вы, с такими же проблемами, как у вас, и с такими же хотелками, как у вас. И вы друг друга поддерживаете. По-моему, вообще идеальное изобретение. Тем более, что огромное количество результатов. Я действительно горда собой, что я прям села, уделила 9 месяцев моей жизни для того, чтобы создать, родить эту систему. Теперь вы ей можете пользоваться. Посмотрите ссылку под этим видео. Пока. Продолжение следует...